В Павлодаре завершился скандальный судебный процесс над чиновниками высокого ранга. Прямо из зала суда увели в наручниках бывшего зам Акима области. Реальный срок получил и экс-советник главы региона. А арестованного бизнесмена выпустили на свободу. Почему? Спросим у моей коллеги Аиды Хамзина, она сейчас на связи со студией. Аида, здравствуй. Ожидали ли подсудимые такой приговор? Арестан, добрый вечер. Я думаю, что для осужденных и для публики вынесенный судей приговор о реальном сроке стал неожиданностью. Учитывая, что их бывший шеф Ерлан Арын по сути на свободе отбывая условное наказание. Общественность полагала, что его заму и советнику по крайней мере дадут нечто подобное. Однако на заседании без слез не обошлось. Бывшие чиновники прямиком из зала суда отправились за решетку. У Туллигена Бастенова суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Арслану Абдекалыкову наказание более суровое. Абдекалыкову Арслану Адайкеновичу признать виновым совершением преступления предусмотрен статьями 24, части 3, 177, части 4, пункт Б, Уголовный кроссийский струк Астан. И назначить ему по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Прямо в зале суда на бывшего чиновника надели наручники. Других фигурантов дела оштрафовали. Бизнесмен Зауру Мансуров, который составил компанию Туллигену Бастенову в камере, отпустили, наказав оплатить штраф в десятикратном размере от общей суммы взятки. Он составил 87 миллионов тенге. Двух других обязали выплатить по 43 миллиона. Да, мы поддерживали обвинения в полном объеме. По ряду обвинений Бастенова и Абдекалыкова суд оправдал, а судил их только за покушение на мошенничество. Всем остальным квалификация практически осталась та же самая, только изменилась часть. Преступление уже теперь не особо тяжкое, а тяжкое. Проштрафившиеся должны оплатить свои миллионы в течение месяца, хотя закон, по словам прокуроров, предусматривает отсрочку на полгода. А я напомню, что гособвинение просило для всех подсудимых реальные сроки, самые суровые 10 и 11 лет для Абдекалыкова и Мансурова. Им винили мошенничество, покушение на мошенничество, подстрекательство к даче взятки и пособничество во взяточничестве. Арестан. Аида, спасибо. Спасибо.